Привет, друзья! С вами Евгений Денисов и вы снова на канале ОМЗАП. Сегодня мы продолжаем историю нашего Соренто, того самого из Ростова, который собрали на Волговских вкладышах. Нам осталось сделать еще одну работу по этому автомобилю. Это муфта, условно, Халдекс. Мы вместе с Михаилом ее разберем, сделаем дефектовку, сделаем ремонт, потому что хозяин хочет ездить на полном приводе, на своем полноприводном автомобиле. Ну и вообще, фактически, хозяин этого автомобиля получит, условно, абсолютно новую машину. Ну что, пойдемте в цех, посмотрим, как это все будет выглядеть. Итак, ребят, для вас прошло мгновение, а у нас прошла целая ночь. И сегодня, в новый день, в наш прекрасный новый и солнечный день, мы продолжаем ремонтировать наш Соренто XM 2000, я уже не помню какого года, хоть мы уже и вторую неделю его тут пытаемся отремонтировать. Сегодня у нас часть 4, заключительная. Нам осталось на этом автомобиле всего лишь отремонтировать муфту полного привода, чем мы сейчас и займемся. Кстати, если вы не в курсе, чтобы снять халдекс, как ее называют, накея Соренто, нужно обязательно отсоединить кардан. Снимать полностью его, ну, в принципе, не обязательно. Нам нужно отсоединить муфту, вот эту резиновую соединительную, и нужно отсоединить наш подвесной подшипничек. Кстати, заодно хорошее время его проверить. Шума нет, кроется свободно. Подшипник зашибись. Отсоединять от углового редуктора кардан не обязательно, можно его просто повесить, потому что ничего страшного, с ним не приключится. Соединительная резиновая муфта у нас на направляющих. Поэтому их приходится отстукивать зубильцем. Иногда, конечно, они выходят свободно, но почему-то, наверное, сегодня не мой день. Нужно ее чуть-чуть отодвинуть. Все, и вот так вот оставляем кардан висеть. Дальше мы отсоединяем разъемы. И откручиваем муфту от редуктора. После вот так, как болты открутили, аккуратненько поддеваем монтажечкой. И выдергиваем. В принципе, снимается она довольно-таки легко. Какая она страшная. Кстати, вы заметили, почему вот этот автомобиль, когда к нам приехал, он выглядел, те агрегаты и узлы его выглядели именно так. И еще клиент просил сменить масло в редукторе и в угловом редукторе. Мы обязательно это сделаем. Блин, она легче стала, наверное, раза в два. Ну что, ребят, так-то муфта получше смотрится, согласитесь, да? Долго мы ее мыли, было сложно. Приступим к разбору. Я, в принципе, почти все подготовил, что мне нужно. Головка на 30, откручиваем хвостовик. Готово. Снимается легко. Далее соединяем переходничок разъемчика. Чтобы он нам не мешал. О, есть. Далее берем. Это у нас что, шестигранник, пятерочка. Откручиваем крышку. После этого мы берем муфту и переворачиваем емкость для слива масла. Крышечку эту аккуратненько берем и отстукиваем. Заметили, сколько масла вылилось? Очень мало. Здесь его должно быть больше, чем пол-литра. Конечно, продолжает еще длиться, но я так думаю, где-то его было тут. Ну, может, с вот этим. Грамм 150-200. А причина эта, вот эта вот крышка, она сидит на аэробном герметике и со временем он перестает держать и отклеивается. Начинает пропускать масло. Пока у нас там стекает, мы тем временем откручиваем насос. Наверное, будут сейчас комментарии. А что он это делает не на столе? Зачем он это делает в корыте? Ребят, просто, чтобы времени тереть. Мы не любим делать так, чтобы у нас машины висели по три дня в цеху. То есть у нас машина сейчас, ну, будем говорить откровенно, где-то неделю. Это Sorento. И это для нас сумасшедшее количество времени. И это всего лишь из-за того, что мы долго ждали решения по блоку. И мы долго ждали, пока клиент нам привезет контрактный двигатель. А так у нас обычно никогда не бывает, чтобы машина провела в цеху неделю. Обычно это от трех до пяти дней это максимум. Снимается он, в принципе, легко. Выдернули. Тут резиновое колечко. Видите, кстати, оно тут чуть подокислилось. Это все нужно будет помыть, почистить. Вот тут еще одно колечко. Его обязательно нельзя потерять. Терять его нельзя. Поэтому я его сейчас переверну. Он сейчас течет. И муфту мы перевернем сейчас еще вот так вот. Что? Там тоже чуть-чуть маслечко было. Грамм 30. Так. Масло нам нужно, чтобы стекло по максимуму, чтобы не запачкать наш пресс. Почему? Потому что вот этот вот черная штука, это, ребят, сальник. Не поверьте, это огромный сальник. Вот. Он же является крышкой этой муфты. Сальников таких в продаже вы не найдете нигде и никогда. Он идет в комплекте с муфтой. И, в принципе, любая деталь, которая продается, ну, то есть здесь установлена на этой муфте, она идет в комплекте. Ремкомплект муфты, это только хвостовик. А, ну и сальник еще, кстати. Вот этот сальник можно еще купить. Наружный. Хвостовик и сальник. Поэтому все детали, которые внутри, если они полностью вышли из строя, то муфта продается в сборе. Есть китайские аналоги, но за их качество никто не будет вручаться. Поэтому будет это на Китае работать или нет, мы не в курсе, потому что мы Китай не ставим. Далее, после того, как мы все это сделали, слили максимум масла, ставим муфту на пресс. Для того, чтобы аккуратненько-аккуратненько выдавить наш сальничек. То есть нам нужно вот так установить, то есть прямо на краешек, чтобы сальник не уперся в наши подставочки. Придерживая рукой, мы давим на вал. Лучше делать это очень плавно, дабы не повредить сальник. Напоминаю, новый мы не купим нигде. Их не существует. Все. У нас вал выпал вместе с сальником. Опа. Та-дам. Здесь у нас вот он сальничек. Так он выглядит. Чудо-конструкция. Здесь у нас упорный подшипник. Мы все снимаем проставочкой такой. Вот он отдельно. Вот он подшипник. Дальше у нас идут прижимные пластинки. Прижимные. Ну, это пружинка, грубо говоря, да? То есть когда сжимается муфта за счет давления масла, которое создает насос. Эти пружинки, они поджимают пакет. Я его переворачиваю обычно. Так вот собираю все в одну кучку, чтобы у меня там ничего не терялось. Вот здесь еще есть дистанционная шайба. Для подшипника. То есть с помощью нее выставляется зазор. И дальше у нас идет пакет фрикционов. Обычно он достается вот так. В принципе, если вы их перепутаете местами, ничего страшного. Но я старовер. Я обычно, чтобы все хорошо работало, скажем так, где стояло, туда я верну. Тут есть еще. Смотрите. Стоит стопор. И там под этим стопором есть еще потайной пакет фрикционов. Снимается стопор очень легко и просто. Вы просто берете, находите, где начало у него и подковыриваете. Вот у нас муфта разобрана. В особо печальных случаях вот эту чашечку, вернее, вот эту стопочку, не знаю даже, как это правильно назвать, но, в общем, вот эту часть со шлицами отрывает от корпуса. Когда это происходит в первый раз в жизни муфты, есть шанс ее восстановить. Мы это восстанавливаем. Мы здесь все зачищаем и обвариваем. В принципе, если поискать на нашем канале, может даже мы найдем видео. Вы сможете найти видео о том, как муфта заваривается, как это выглядит. В данном случае сварка держит. Здесь все хорошо. У нас причина в чем? Причина в течи. Но так как, чтобы устранить течь, нужно муфту разобрать, то будет очень глупо ее не отмыть от старого нагара и не продлить ей жизнь еще на много-много тысяч километров. Чем мы сейчас и займемся. Мы начинаем все это вымывать и вычищать. Поэтому советую запастись очистителя. Обычно 2-3 баллонов хватает, чтобы отмыть. Тут, кстати, видите, еще вот фрикциончик спрятался. Тоже не забывайте его вымывать. Ну и начинаем перемывать весь пакет. Процедура долгая. Весь показывать процесс не буду. То есть, когда идем до подшипника, включим видео опять. Так, последний пакет. Последняя пара, так сказать. Как вы видите, вот тут у нас фрикционный диск. А этот диск у нас идет уже просто зажимной. То есть, он зажимает пакет фрикционов. То есть, часть пластин, как вы видели, многие думают, как же это работает. Часть пластин крепится к корпусу, часть пластин крепится к валу. И пока это все в расслабленном состоянии, пока насос не сработал, не отработал поршень, оно все вот так вот прокручивается. Видите? Здесь у нас зажимной диск, который вот через вот эти вот пластинки, пружинки, ну это как сцепление, да, грубо говоря, ну это для чего нужны эти пластинки, чтобы сработало мягко, чтобы не было резких рывков. Сейчас я их ставлю одно место. Многие задаются вопросом, как же это все работает? Куча деталей, пластинок, пружинок, че он там несет, нафиг это все нам надо знать. Пусть вот объяснит, как это работает. Нахер оно нам надо. Почему просто не приварить вал к редуктору? Потому что вал к редуктору это расход топлива. И минус динамики. И маневренность, естественно. Хотите постоянный, полный, купите Audi. Вот так это все установлено. Вот так это все крутится. Видите, да? Вот я прокручиваю. И в нужный момент, когда наша жопа начала буксовать, уходить в сторону, либо мы не можем тронуться с места, поршень давит на этот подшипник, вот этот. И все это между собой зажимает, и это все начинает крутиться вместе, как одно целое. Так у нас сработала муфта. То есть так сработал коррекционный механизм. Дальше, дальше. Сейчас я сполосну сальничек и покажу вам, как это устроено внутри муфты. Вот здесь у нас стоит насос. Вон там вот стоит сеточка, через которую подается к насосу масло. Через сеточку чистенькое. Вот здесь у нас масляный канал. Канал выходит вот сюда. вот в эту вот часть. Здесь тоже все заполнено маслом. Вот это поршень. Сейчас я его сполосну, чтобы наши детали не запачкать. То есть насос накачивает масло, тем самым давит на поршень. Выглядит это вот так. Бам! Все, он задавил. Муфта сработала. Масла нет, давит хреново. Муфта буксует. Соответственно, стаканчик оторвало, шлицевое соединение оторвало от корпуса. Муфта вообще не работает. Поэтому, если вы увидели, что у вас муфта стала жирная, запотела, и с нее капает, не дай бог, масло, переберите ее, пока ее не оторвало, не разорвало, ничего с ней не произошло. Потому что дальше она стоит очень дорого, эта вещь. Вот. Дальше ремонт будет, ну, в плане, то есть, если не получится его восстановить, то это только замена муфты. И дабы не тратиться сильно, перебрали, собрали, будет все хорошо. Это мы все накрыли, чтобы не пачкалось, потому что мы это все отмыли, у нас это все чистое. Это мы все сейчас будем чистить. Вот. Нужно весь этот герметик онаэробный очистить, потом будем мыть. Иногда вот здесь, обращайте внимание, собирается коррозия, но нам муфта досталась в довольно-таки хорошем состоянии. Вот. Коррозии у нас нету, поэтому здесь вот под сальник, вот если коррозия пошла, обязательно там щеточка, вот такого плана, бурочкой почистите это, чтобы оттуда масло не потело, не подтекало. Это нам тоже нужно все очистить. Это наша крышечка. Видите, тут с лабиринтиками. Я так думаю, что это грязь, то есть масло в этой муфте циркулирует постоянно, и чтобы грязь меньше попадала к насосу, там вы видели, есть сетка, часть остается здесь. В общем, это все надо почистить и отмыть, что я сейчас и сделаю. Ну что, ребят, я уже фактически все перечистил. Ну, в принципе, все перечистил. Все уже домываю, последние штрихи остаются. В принципе, можно потихонечку приступать к сборке. Так, начнем мы с чего? Начнем мы с вот этого всего. В первую очередь, нам нужно вставить на место поршень. Не советую его вставлять чистым, там сухим и все такое. Почему? Потому что вот эти резиночки, если вы закусите, то все, это все дело можно выбросить. Берем литольчик, смазочку, любую жирненькую смазочку, такую желательно, чтобы хорошо растворялось, и промазываем все это дело. Если вы скажете, а почему не АТФ, это ничего страшного. Просто литол, он более густой, АТФ, жидкая. Вот так вот раз, и все зашло. Мягенько, приятненько. Дальше вал вместе с фрикционным пакетом. Прямо вот как он стоит, берем вот так и вставляем. Дальше мы берем, литольчиком промазываем, это для сальника, чтобы он туда тоже мягенько зашел. И вставляем шайбу и гаечку. Головка. Крутим до упора, не особо переживая. Почему? Потому что у нас там дистанционная шайба, которая как раз и регулирует зазор. То есть вы закручиваете в упор и подшипник у вас не зажимает. Дальше обязательно нужно сделать еще одну вещь. Кинетический отколупливатель. В нашем случае это супер универсальный съемник и одевальник. Обязательно нужно накернить гайку. Видите, с завода это было тоже сделано. Вот видите, вот это заводской след керна. Ну то есть не керна, это прессовка, специальный пресс зажимает ее. Ну у нас такого пресса красивого специального нет. Поэтому мы делаем вот так. Можно делать зубилом, можно керном. В принципе, не важно. Главное, что металл сжался, металл зажался. После этого еще раз все обезжирим. Любую чистоту, как говорится. Некоторые спрашивают, зачем так намывать, зачем все это надо. Соприкасаемые поверхности помыл и все, и хорош. Ну ребят, с завода деталь она не выходит никогда в грязи и говне. Она выходит чистая. И в моем понимании, чем чище деталь, чем дольше она служит. Поэтому хочется продлить ей максимальный ресурс. После этого мы берем шприц с анаэробным герметиком. Внутри можно не мазать. Мажем по периметру. Кстати, пахнет как вишневое варенье. В принципе, можно намазать и обычным герметиком, но с завода мажут анаэробным. Видимо, это не просто так. Поэтому ввиду того, что он у меня тоже есть. Да ладно? Но он и пахнет так же. Я тебе отвечаю. Ему хотя бы шлизнуть хочется. Охренеть! Тепп пускать нельзя. Захавают. Офигеть! Не такой кадр. У меня даже были эти мысли вареньем попробовать что-нибудь приклеить. Вдруг реально его из него делают. После того, как мы это все замазали, намазали, наживляем болтки. Все, крышечка приклеена. Разъемчик не забываем ставить на место. Биточку надо обязательно забирать. Потом вторую такую не найдем. Ждать, пока он высохнет. не стоит. Потому что свойства анаэродного герметика вставляют как засыхает он без кислорода. Соответственно, наружная часть не засохнет практически никогда. Пока ее водой не смоет. А сохнет он внутри. То есть прижалась, высохла, приклеилась. Дальше. После этого всего мы муфту вставляем в тиски. В принципе можно ее просто перевернуть. Просто не хочу запачкаться. Герметик в тисочки так вставлю. И так удобнее. Сильно не зажимайте, а то может лопнуть. Это будет дорого стоить. Сальничек берем и промазываем. Герметиком это все тоже клеить не надо. Просто смазкой. Резина заходит когда она смазана. Вал тут тоже чуть-чуть. Вставляем сальник. Берем все тот же кинетический инструмент. Все на месте. Так и в принципе что еще у нас осталось? Осталось самая последняя деталь самая важная насос. Колечки проверяем чтобы все колечки были на месте. Если это колечко будет не на месте он потечет. Если это колечко будет не на месте у нас не будет давления масла. Соответственно муфта работать не будет. Поэтому проверяем вот это колечко нужно обязательно смазать чтобы его не закусило когда мы будем насос вставлять. Разъемом сюда. Вот видите вот эта вещь она прикрывает разъем от попадания всяких камушков и всего остального во время движения автомобиля. Ну вот видишь отливочка. Она закрывает разъем от всяких повреждений. То есть это грубо говоря не смуфты. По той же схеме вставляем болтики и затягиваем. Вот этот пиптик торчащий из муфты это выход картерных газов. Как и в любом узле автомобиля в котором есть масло которое греется есть избыточное давление воздуха картерные газы. В данный момент он закрыт муфта герметична. То есть если вы будете крутить мыть там все что хотите с ней делать с нее ничего не вытечет ничего в нее не попадет. Но когда мы муфту ставим на место если вы увидите она чуть-чуть торчит наконечничек когда он прижимается к заднему редуктору он нажимается и продавливается на кружинке. Клапан открывается. Соответственно если появляется система газа газа стравливает. Ну это так к слову. Масло залили пробочку вставили. Так если вдруг будете меня тут ругать что а он все крутит пистолетом у меня он на самом минимуме ребята он там еле крутится слышите никаких там чуть-чуть лучше конечно это все делать вручную но мы торопимся муфта готова муфта собрана ставим на машину кстати пользуясь случаем хотел еще один косяк вам рассказать который обычно делают корейские производители корейских автомобилей корейский автопром короче киа хендай вот здесь стоит гайка она же прижимает подшипник вала редуктора вот здесь как вы видите точно так же как и на муфте место для кернения гайки так вот корейцы ее не кернят очень часто бывает такое что эта гайка выкручивается и если она откроется хоть чуть-чуть редуктор может разорвать даже пополам поэтому нам при ремонте муфт всегда приходится ее дабы обезопасить наших клиентов от замены редуктора все дело корейцы возьмите себе на заметку после того как мы эту процедуру сделали муфту ставим на место напоминаю что в тот момент когда муфта прижмется к редуктору у нас прижмется клапан сапона и соответственно иногда такое бывает что оттуда может капнуть чуть-чуть масло потому что допустим передней части его меньше там оно же вниз опускается когда мы заливаем задней части его больше это ничего страшного то есть он этот клапан срабатывает точно так же как и уровень то есть лишнее масло просто-напросто выбрасывает если у вас тут чуть-чуть закапало это не значит что что-то потекло это значит что у вас просто сапон выбросил лишнее масло не переживайте об этом запомните друг мой евгений каждая гайка каждый болт каждая шпилька на автомобиле стоит денег а когда вы их миллионами выпускаете это стоит огромных денег это не только корейцы каждый производитель экономит так ну как вы видите собираем мы абсолютно точно так же как и разбирали только в обратном порядке я вот вдруг понял что я слишком близко сел масло на одежде ничто кадр все думаешь так же они думали когда подходили к этому взрывающемуся вулкану ну первые секунды две да я не знаю конечно кто обслуживал этот автомобиль ребят ну тут короче почему-то все пробки на герметике этого делать не нужно ой как лепота ну кстати лучше лучше чем сзади но все равно хреново я так предполагаю масло тут меняли либо очень давно либо никогда но скорее всего очень давно потому что почему-то пробки на герметике когда-то это было металлом да да ладно да потому что масло не прилипает к магнету масло если кому-то неизвестно кто-то интересуется ну отлично джеймовское масло это не реклама просто есть 75-85 в принципе масло нормальное можете любое другое лить вязка 75-85 отлично для заднего переднего редуктора для заднего переднего редуктора подходит то и там по количеству ну тут в районе где-то полутора литров выходит плюс-минус ну два литра придется прикупить потому что пол-литра никто не продает каких-то особых способов залить масло в угловой редуктор в эту ситуацию просто берем масло и закачиваем в редуктор так, ребят ну масло мы залили и в передний угловой редуктор и в задний редуктор заднего моста мостом это не назовешь в общем задний редуктор совет всем не надо тянуть заливные пробки до усрачки затягивайте от руки ключом то есть открутить можно пистолетом если есть такая возможность если нет возможности руками но затягивать только руками и только по чуть-чуть потому что эти пробки через 40-50 тысяч приходится откручивать вот такенным воротком не делайте так больше это просто бесит ничего не потечет там стоят специальные шайбочки алюминиевые, медные у кого как просто затянули и все, и кайфая дальше мы здесь закончили нам осталось проверить что все узлы которые мы перебрали собрали работают и в принципе можно сдавать данный автомобиль клиенту после того как мы попытаемся устранить проблему с неисправным датчиком уровня масла но этим будет заниматься наш электрик если получится мы про это тоже снимем скрипит от чистоты прекрасно заводится ошибки мы еще просто не сбросили не пугайтесь музыка как обычно включается сама чудо машина вот что мы все сделали все починили двигатель работает отлично коробка вроде как тоже едет на дороге еще не пробовал не могу не имею права проверить придет мастер приемщик проверит все сам проверяем муфту как обычно у нас тут выключаем ESP включаем блокировку и смотрим на заднее колесо да заднее колесо крутится значит все исправно ну что парни мы сделали фактически невозможное мы сделали из полноприводного автомобиля полноприводный автомобиль но на этот раз полностью исправный полностью обслуженный и фактически собственник как я уже говорил получает новый автомобиль очень надеюсь что в ближайшие часы собственник успеет забрать свою машину для того чтобы получать удовольствие на дорогах общего пользования от эксплуатации машины многие и многие десятки и сотни тысяч километров. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый классный контент вы получали первыми. Друзья, мы установили двигатель, и вот, вот он, собственно, стоит. Он такой тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, но, к сожалению, мы это не запустим. Судя по лицу Виталия, не факт. С вами был профессиональный ведущий Евгений Денисов. И да, это К.Е., потому что это не К.Д. Всех обнимаю, любви и до скорых встреч. Все.